ну что же друзья добрый вечер я снимаю впервые на камеру sony ночью ну тогда это довольно таки поздно где-нибудь час половины 12 у нас идут занятия для преподавателей ну там не только преподаватели но как бы половина народа преподаватели мы тут поднимаем коллектив на автоматизацию и я все это записывая на камере ну вот вышли я думаю надо вот показать значит эта камера впервые за какое-то время с нее убрана защита это помеха защищенность там от шумов низкочастотных потому что мы пытались избавиться от шума в машине вот старый и ну это когда по городу едешь не так чувствуется вот когда на хайвее очень очень здорово там машинам шины шуршат по дороге так далее но вот как есть в пятницу сегодня вторник в пятницу будет у нас такая такая сессия с еленой из дилершипа мерседесовского мы приедем вместе со светланой на двух машинах и нам тут устроить значит такое занятие по освоению такой bootcamp у них работа конечно в основном что по выходным вот поэтому так такое будет время там люди говорят наверное уже не будет интервью с еленой будет просто переносится все время потому что у них на самом деле очень напряженная работа там и даже в будние дни у них там митинги потом они же очень много бум бумаги всякой генерят поэтому с этой бумагой на тоже работать то есть там там народ пашет просто тестером не снилось найти то есть там рабочий день там 12 часов 13 часов так обычное дело тяжелая работа не каждый выдержит такое поэтому мы несколько раз уже переносили передоговаривались на она попозже вот сейчас у нас договоренность на вторник на следующей неделе видео я тогда повесил говорил давайте вопросы вопросы есть вопросов много и мы так поговорим но в пятницу мы с еленой встретимся еще до вот этого интервью просто она нам покажет как пользоваться тут фишками автомобиля потому что я так по наитию какие-то вещи которые мне нужно вот так сообразить я соображаю вот в частности допустим как температуру выставлять я думал что это будет как у светланы она нет вот вроде так от одной мамки но по-разному так что вот потихонечку осваиваюсь и соответственно я еще не перенес держалку для камеры она пока вот такая тут стоит сверху вы можете сказать а пусть стоит чаю это приклеивать дело в том что при торможении она может уехать куда-нибудь вот только только из этих соображений вот плюс место какое-то занимает тоже так тут перед носом а так торчит себе торчит нами минималистично так что я конечно предпочитаю приклеить чем вот так болтаться на подставке и подставка это не не органично лежит на моем дэшборде так у нее в общем тут есть много поверхности не задействует такой дэшборд такой выпуклый вот эта подставочка на нем лежит а подставочка плоская поэтому так не не идеальненько все вот вам даже криво немножко сейчас я попробую выровнять рукой так может быть так прямее стало не за сегодня у меня был третий урок в онлайн классе а третий урок это когда они должны определиться между сегодня и четвергом то есть послезавтра они должны определиться кто остается кто не остается и тогда уже мы значит сформируем группу то есть они должны определиться заплатить денежку вот так что есть вот эти ближайшие там два дня то есть завтра послезавтра они должны определиться и два дня подряд вчера был урок значит сегодня Вчера был второй, сегодня третий Завтра с утра я отправляюсь на Как сказать, на аппоинтмент Вместе со Светой мы идем На аппоинтмент в DMV Это как бы ГАИ такое Местная автоинспекция Они в частности выдают права И те, которые у меня сейчас Были выданы 20 лет назад Ну, точнее Их через 10 лет Их выдают на 10 лет Но через первые 10 лет Мне их автоматически продлили То есть прислали мне Новую карточку, а может быть и не прислали Я, честно говоря, даже не уверен Дали мне новую, или так и хожу с той карточкой 20 лет Во всяком случае фотография Удивительная Я смотрю на себя, думаю, ну и ну и ну Вот, наверное, так вот 20 лет назад я так выглядел Да Вот сейчас приду И они меня похудевшего Вот такого дедушку Значит, сфотографируют И туда запечатляют Может быть, на Последующие 20 лет Дожить бы, ё-моё До следующих, правда Вот, ну, посмотрим Дело такое, надо сходить И мало того, в четверг у меня ещё Кроме того, что нужно там Третий урок вести И оприходовать тех, кто там денежку платит В четверг ещё у нас человек должен приехать Мы, я встречаю Но я, честно сказать, не помню Он у меня в скайпе где-то есть там Со своими данными Я думал, он как-то о себе напомнит Он что-то не напоминает Мне теперь надо идти искать его там И я Как-то у меня не записано Нигде отдельно Поэтому, значит, не знаю Надо будет теперь там потратить Какое-то время Попытаться найти его в скайпе Если я не найду То я не знаю, как его встречать Честно Это вообще так довольно Как сказать Напряжённый момент Я надеюсь, что найду Не то, что у меня там их тысячами Ну, довольно много Там интенсивная переписка идёт В течение дня там Хорошо за сотню Вот Так что В общем, посмотрим Такие вот пирожки Я должен был встречать человека В прошлый четверг Но так вышло, что Что-то у него там с рейсом не то Или куда-то его не пустили Не посадили Он полетел на Лос-Анджелес И потом добирался уже своим ходом Зашёл Какие-то гостиницы занёс И дальше понёсся куда-то Вот надо ему там устраиваться По-английски он толком там не очень То есть он не студент А просто вот, можно сказать Зритель, который Грин-карту выиграл Приехал Вот И в последний раз мы общались Вот с Тем, кого надо встречать в этот четверг Когда он сказал, что Вы не перепутаете Это же я Только я не в этот четверг А в тот И я не утром там А вечером там И так далее И так далее Я говорю, ну Товарищи Ну нет, это два разные четверга Ну в общем И вот с тех пор То есть надо на неделю назад Куда-то отлистаться И попробовать его там найти В переписке В общем такая ещё Дополнительная забота Найдём Я себя четверг освободил Чтобы можно было пойти Нормально человека встретить Видео снимем Вот Я могу даже У меня ещё Будет на руках Мой Иммигрантовоз Настоящий Так сказать Оригинальный Лексусовский Можем На Лексусе поехать Его подобрать Это будет Последняя ходка Иммигрантовоза Вот У меня его должны забрать То есть я жду Когда ко мне подъедут Его забрать Но Должна машина Машина прийти Которая так Подгружает Вот Такие Такие истории Такие дела Очень Очень напряжённо То есть Мне совершенно Башку сносит Ощущение Что я ничего не успеваю Заказал сегодня Два стола Для двух новых сотрудников Они там в течение дней Не знаю Десяти Должны приехать Хорошие Красивые Такие Современные Надо ещё будет Завтра Столики Заказать Там поменьше Для студентов Такие парты Как бы Потом надо будет Стульями заниматься В общем Всем всяким Таким хозяйством Плюс Сегодня мы уже Начали осваивать Проект Который Поведут Наши новички Ну в смысле Новички Преподаватель Вот Так я им сегодня Передавал материал Они должны Завтра уже так Почти подготовиться К началу этого дела Такую инфраструктуру Проекта создать После чего Можно будет уже Студентов к нему Подключать Я надеюсь Что со следующей недели Значит Они уже пойдут Так по-настоящему Заниматься полезным делом Вот так Наверное Что у нас ещё Думаю Ой Думаю Ну хорошо Что это Эпопея Так автомобильная У нас Быстро прошла Потому что На самом деле Утомительно Я Две ночи Вот После субботы И после воскресенья Две ночи Мне снились Какие-то машины Аварии Какие-то колёса Какие-то Резко там Взвизгивали тормоза Что-то такое Знаете Вот Наездился Стресс Такой Необычный Для меня Стресс Потом Я же Всё-таки Пытался Понять Модель Такая Модель Секая Побольше Поменьше Нужно было Понять На каком Мы свете И так далее Я думаю Что может быть Если в пятницу Мы будем В дилершипе Мерседесовском И у Елены Не будет Особых Забот Может быть Я тогда Чтобы Удовлетворить Так интерес И переживания Наших зрителей Может быть Я попрошусь У неё На тест-драйв Чего-нибудь Более крупного Чем мой Так чтобы Уже Не просто Сказать Глянуть И сказать Ё-моё Какая Дурында Большая Так уже Её поводить И иметь Впечатления Такие более Может быть Ну Сами понимаете Практически Ну в общем Всё Приехал я домой И На этом Мы с вами Прощаемся Расстаемся До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok